Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Система здравоохранения на данный момент справляется с тем вызовом по лечению новой коронавирусной инфекции. И как только мы увидим, что есть четкое снижение, четкий тренд на снижение заболеваемости, я думаю, что мы сразу возобновим прохождение диспансеризации для определенного взрослого усиления. Ну и кроме того, в рамках круглого стола главные врачи больниц отметили необходимость охватить диспансеризацией как можно больше жителей. Ну а для этого требуется решить проблемы дефицита участковых и специалистов по профилю медицинская профилактика. Нужно развивать амбулаторное звено, поликлиническое звено. И мы понимаем, что болезнь гораздо лучше предупредить, чем ее лечить. И диспансеризация как раз направлена на то, чтобы вовремя любой наш гражданин, любой житель республики, он вовремя обратился в поликлинику, прошел диспансеризацию. И на начальных стадиях были выявлены онкологические заболевания, кардиологические заболевания, диабет. По данным регионального Минздрава, за 8 месяцев в рамках плановой диспансеризации в республике врачи выявили более 51 тысячи случаев болезни сердца и диабета. Ну и напомню, в регионе в 2021 году врачи осмотрят почти 940 тысяч человек. Ну и на сегодняшний день диспансеризацию прошли 2 трети от общего количества жителей региона. Это почти 600 тысяч человек. 4 миллиарда рублей выделят из резервного фонда правительства России на закупку лекарств от коронавируса для регионов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Он предполагается закупить по меньшей мере 500 тысяч флаконов Рем-Ди-Си-Виара для лечения пациентов в сационарах. Этот препарат включен в методические рекомендации Минздрава по лечению COVID-19. Госзакупки проведет в федеральный центр, после чего распределит препарат по регионам. Вот какой объем получит Башкортостан, в распоряжении не уточняется. Но и ранее президент Владимир Путин поручил главам регионов усилить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Предоставить два оплачиваемых выходных для желающих привиться и ограничить работу общепита и развлекательных клубов вечером и ночью. Более 9 миллиардов рублей пособие по больничным листам выплатило региональное отделение Фонда социального страхования за последние 10 месяцев. И до конца года сумма может вырасти еще на 2 миллиарда. Нагрузка на бюджет ФСС увеличилась из-за распространения COVID-19 и роста сезонных заболеваний. Но чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат, правительство страны выделило дополнительно 47 миллиардов рублей. В республику средства будут поступать по факту в зависимости от количества страховых случаев. Расходы регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по республике Башкортостан в части пособий по временной нетрудоспособности за последние два года в связи с пандемией значительно увеличились. Так, если в 2020 году наши расходы именно в части пособий по временной нетрудоспособности составляли более 11 миллиардов, В этом году уже за 10 месяцев этого года мы выплатили более 9 миллиардов рублей пособий и количество пособий составило 920 тысяч. На выплаты так называемых декретных региональный Фонд социального страхования ежегодно направляет более 6 миллиардов рублей. Напомню, в этом году был изменен порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству. Теперь они перечисляются напрямую с фонда, а не через работодателя. Со следующего года больничные листы будут оформляться только в электронном виде, но пособия начислятся автоматически. В Башкортостане за три года планируют в пять раз увеличить объем строительства индивидуального жилья. Перспективы рынка загородной недвижимости рассмотрели на выездном заседании региональной ассоциации застройщиков. По соглашению с Федеральным министерством строительства к 2030 году в Башкортостане должны сдавать минимум 2 миллиона квадратных метров многоквартирных домов, куда в том числе входят и малоэтажные дома. Это в два раза больше объемов сданных в 2020 году. Ну а к 2024 году малоэтажка может обеспечить ввод 900 тысяч квадратных метров жилья, многоквартирные дома 400 тысяч квадратов и индивидуальное жилищное строительство обеспечит 500 тысяч квадратных метров. Рентабельность малоэтажного загородного строительства ниже, чем в центре УФЭ, поэтому государство готово оказать поддержку застройщикам, которые будут работать в этой сфере, подчеркнул премьер-министр Андрей Назаров. Чтобы подстегнуть развитие вот такого загородного малоэтажного строительства, конечно, необходимо решить ряд вопросов. В первую очередь, это, конечно, сети, коммуникации, без которых невозможно развивать такие благоустроенные поселки. А строить поселки без коммуникации – это, в общем-то, в некотором смысле преступление, когда люди оказываются потом один на один с этими проблемами и, естественно, не в состоянии их решить. И это на многие годы замораживает их нормальное проживание. А для нас это головная боль, потому что мы потом с опозданием начинаем решать эти проблемы. Ну и напомним, по новым условиям работы с застройщиками действует правило социальных обязательств, которые распределены на пять зон. Но в зависимости от приближенности к центру Уфы застройщик обязан наращивать инвестиции в создание социальных объектов. Загородное строительство не входит в перечень этих зон, поэтому власти намерены создать шестую зону. Это необходимо для одновременного ввода жилья, а также школ и детсадов. Но социальные обязательства в данном случае возьмут на себя власти. Застройщики будут обязаны взять лишь часть вопросов, связанных с сетями. Сибайский карьер может стать точкой притяжения для промышленного туризма. Организовать экскурсии на месторождение предложили в Корпорации развития региона. Идею обсудили на встрече с бизнес-шерифом муниципалитета. Работы в карьере уже прекращены, зато можно монетизировать его богатую историю, считают специалисты. Тем более, что множество туристов проезжают мимо достопримечательностей по дороге в древнее городище Аркаим. Для этого важно проработать возможность использования подходящих участков, ведь большая часть территории принадлежит Сибайскому горно-обогатительному комбинату. Менеджеры упакуют проекты, и готовый бизнес-предложение будет презентовано потенциальным инвесторам. Другой же темой обсуждения стали инвест-проекты в городе Салават. У нас есть в городе участок, на который мы бы хотели, чтобы была распространена особая экономическая зона ОГА. Естественно, мы же понимаем, что нам нужно заводить туда якорных резидентов. Именно над этим работаем усиленно. Ездили в полпредства республики в Москве, собирали там инвесторов, презентовали перед ними наш город. И работаем сейчас с ними. Инвестиционные перспективы обсудили и с бизнес-шерифом Зианчуринского района. По его словам, главная точка притяжения там – Емышлинское водохранилище. Предполагается открыть на его территории базу отдыха с глэмпингами, а также построить придорожный комплекс для проезжающих по этой местности любителей горнолыжного отдыха. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с РБК.